Всем привет! Вы на канале SoberVision. Сегодня видео про компонотус филах. Вы не представляете, сколько их стало. Посмотрите сюда. Да, ребята, каждую ночь, когда потемнеет, на арену вываливает целая толпа муравьев. И не только муравьев. Под покровом ночи филахи вытаскивают даже личинки и коконы. Почему же это происходит? Все просто. Камеры сзади, камеры сбоку и даже камеры спереди забиты муравьями. Они там как селедки в бочке. Видимо, как потемнеет, они начинают воспринимать арену как свое гнездо. И лишь когда я включаю свет, они неспешно забираются обратно. Также муравьи поступают и с утра, когда становится светло. На арене остаются только несколько муравьев, которые занимаются поиском пищи. Но даже с рассветом в камерах, которые находятся спереди арены, остаются муравьи и коконы. Они теперь не боятся там находиться. Хотя раньше эти камеры использовались лишь для перемещения по ним муравьев. И то очень редко. Вся эта череда событий наталкивает меня только на одну мысль. Пора расширять жилое пространство. И так как мне пока что это расширение не грозит, для начала расширим жилое пространство муравьям. И как же это лучше сделать? На мой взгляд, оптимальный вариант – это присоединить к формикарию башню из пищевого контейнера. Вариант очень демократичный, по цене и позволяет эффективно использовать небольшое пространство на полке. Для увеличения жилья африканским гигантам я приобрел вот такой вот круглый контейнер. Далее я развел гипс и залил его в контейнер. После того, как он застыл, вынимаем вот такую вот болванку. Гипс я развожу примерно в пропорции 40% воды к 60% гипса, чтобы получить консистенцию жидкой манной каши. При застывании такая заготовка получается очень крепкой, проверена практикой. Если производитель формикариев утверждает, что он использует сверхпрочный гипс G16, это еще ничего не значит. Это не значит то, что он действительно будет крепким. Если гипсовый раствор будет очень жидким и пропорция воды относительно гипса будет большая, то в результате даже из гипса G16 получается хрупкий продукт, в котором с помощью ногтя можно проделать камеры для муравьев. Ну и естественно он будет недолговечен и легко поддаваться жвалам муравьев. У меня же получилась очень крепкая болванка. Из нее я постараюсь выжать как можно больше пространства для жизни муравьев. Для этого просверлим сверлом 4 больших отверстия по центру и сделаем углубление по бокам. Затем немного подровнял все своей мини-дрелью. Получившуюся гипсовую заготовку промыл, просушил и поместил обратно внутрь контейнера. После этого проделал два вентиляционных отверстия, которые закрыл сеткой. Сетку по старой доброй традиции приклеил на термоклей. И наконец-то у нас все готово для подключения нового модуля к формикарию. На полке рядом с формикарием, где живут компонотус филах, у меня стоит формикарий с пробковыми муравьями. Личинки у них давно не развиваются, да и активность колонии заметно снизилась. Пора убрать ее в холодильник. Теперь 5 месяцев они будут зимовать. Предыдущее видео, посвященное зимовке у этих муравьев, вы можете посмотреть, нажав на ссылку в правом верхнем углу экрана. Ну а мы пододвинем формикарий с африканскими гигантами и подключим к нему новое гнездо. Первые муравьи очень аккуратно начали знакомство с новым жилым пространством. Один муравей так и отскочил от входа. Но вот второй смельчак решается пройти по заветной трубке и попасть туда, куда еще ни одна муравьиная лапка не ступала. Муравей активно исследует все вокруг своими антеннами, причем периодически их протирает. Достаточно долго он находится в первой камере и потом стремительно поднимается на четвертый этаж и почти так же быстро спускается вниз. Затем он возвращается обратно в старое гнездо и по дороге оповещает всех, всех, кто встречается ему на пути. Оповещает об открытии нового незнакомого места. Оповещение остальной колонии начинает привлекать все новых и новых исследователей. Ну что же, колония постепенно посылает новых муравьев для исследования гнезда. Самое время усложнить задачу. На арене от яркого света попрятались все муравьи. Давайте немного расшевелим наших тихонь и покормим их новым кормовым объектом – молодым мадагаскарским тараканом. Такой добычи у муравьев не было. Этот таракан хорошо защищен мощным хитином. Кроме этого, в отличие от привычных для колонии африканских гигантов туркменских тараканов, он отлично перемещается по вертикальным поверхностям. С появлением чужеземца активность на арене потихоньку увеличивается. К охоте подключаются солдаты. Они прикладывают максимум усилий для того, чтобы нанести жертве смертельные укусы жвалами. Но таракан им не по зубам. Они никак не могут схватить его за скользкий крепкий хитин сверху. В ход идет кислота. Таракан начинает сдавать позиции. Периодически он переворачивается на спину и открывает перед охотниками слабое место, нижнюю часть, которая не так крепко защищена. Сила таракана покидает его, и он замирает. Замирает, находясь на лапах. Спина с мощным хитином оказывается сверху. Муравьи активно бросаются на добычу и пытаются вскрыть верхний хитин. Однако у них ничего не получается. В конце концов, африканским гигантам все-таки удается перевернуть мадагаскарского таракана. И затем муравьи, как стая волков, набрасываются на жертву. И это дает результаты. А что же там с освоением дополнительного гнезда? Посмотрите, там вовсю кипит муравьиная жизнь. Муравьи исследуют новую территорию. Причем именно происходит массовое исследование гнезда. Никто не стоит спокойно. Каждый муравей занимается изучением предоставленного пространства. Их поведение в новом гнезде в первые две недели значительно отличалось от поведения муравьев в уже привычном им гнезде. Спокойная, размеренная жизнь воцарилась только через дней 15. В башню периодически заносят яйца, личинки и коконы. И даже сама королева ежедневно наведывается в новое гнездо. Ребята, вот такое сегодня получилось видео. Если оно вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться этим роликом в социальных сетях. Спасибо, что остаетесь с нами. Впереди еще одно расширение. Но уже расширение у дружной семьи. У семьи Мирмикарии. Колония стала очень суровой. Продемонстрирую это на примере охоты. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok